Доброе утро, уважаемые телезрители! Новую рабочую учебную неделю вы начинаете с программы «Утренний эспрессо» на телеканале «Беларусь-4 Брест». Доброе утро, дорогие друзья! Самое важное, что вы встречаете это утро в хорошем настроении и в отличной компании. Сегодня мы, Вячеслав Цисковский, Екатерина Стриха, делимся только самой актуальной и интересной информацией. Мы надеемся, что вы останетесь с нами до самого конца. Наш прямой эфир длится 2,5 часа. Много розыгрыша интересных гостей ожидает вас сегодня, поэтому не переключайтесь. Ну, по традиции, новости Кобрин открывают понедельника эфир. Смотрим. Программа «Инфокобрин» продолжает эфир канала «Беларусь-4». Меня зовут Катерина Стриха, и вот о чем узнаем сегодня. Символ Дня Знаний. Первый звонок прозвенел в школах Кобринщины. С торжественной линейки в Остромической средней школе репортаж наших корреспондентов. Делать добрые дела просто. В Кобринском детском доме встречали гостей. Студинские забаулянки. Народное гуляние прошло на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Вилле Агра». День улыбок, цветов и знаний. В Кобринском районе в этом году впервые сели за школьные парты около 1200 учеников. Основное количество первоклассников приняли учреждения города – более 800 детей. Символ Дня Знаний – первый звонок прозвенел во всех школах Кобринщины. На торжественной линейке в Остромической средней школе побывала наша съемочная группа. Утро пасмурное, а лица учеников Остромической школы и их родителей светятся радостью. День знаний для них – праздник особенный. Для учеников первого класса он запомнится на всю жизнь. Сейчас прозвенит первый школьный звонок. Учитель начнет с нами первый урок. Покажет нам школу, покажет нам класс. О жизни страны поведет свой рассказ. На празднике Знаний в Остромической школе собралось много гостей. Представители власти, духовенство, родители школьников. Я считаю, что 1 сентября – это такой святой день, потому что главная составляющая этого дня – то, что ребята пришли сюда за своим будущим. Потому что те знания, которые они почерпнут за учебный период, конечно, это направление – будущее их жизни. Александр Зазуля поздравил всех с Днем Знаний, пожелал ученикам достойно учиться и не стесняться обрать те знания, которые им дают учителя. Также вручил награды лучшим работникам Остромической школы. Учреждение образования неоднократно побеждало в районных смотрах-конкурсах. По итогам прошлого учебного года Остромическая средняя школа стала лучшей среди сельских школ. Ее директор Галина Свинтецкая говорит, главное достижение этого года – капитальный ремонт пищеблока школы. Было потрачено очень много средств, было потрачено очень много времени, сил. Но на выходе мы получили то, что хотелось бы получить. Сегодня наш пищеблок встречает детей уютный, красивый. После торжественной линейки школьников ожидал первый урок. Особенно волнительный для первоклассников. Казалось, больше учеников переживают их родители. Очень волнительная ночь, но практически не что. То, каким будет этот учебный год в Остромической школе и во всех учебных заведениях страны, обсуждалось на августовском совещании педагогов. Шел разговор о системе образования в целом, модернизации учебников в трудовом воспитании, возможно, переходе на пятибальную систему. Приятно слышать то, что каких-то больших изменений, таких революционных, Александр Григорьевич сказал, что у нас не будет. Просто будет качественно улучшаться система образования. Посему очень большой спект вопросов обсуждался. Не может это нас, безусловно, не радовать. Мы искренне хочется пожелать педагогам, безусловно, творчества, желания работать и видеть эти результаты работы, чтобы они их удовлетворяли. Мира, здоровья, любви, успехов. Прозвенел первый звонок, отгремели торжественные линейки. Дан старт образовательному процессу. Обучение в школах проходит по стандартным программам, которые предусмотрены для всех общеобразовательных учреждений. Есть и свои особенности. В ногу со временем старается шагать Копринская гимназия. Благодаря новой технике в нашей школе, мультимедийным доскам, телевизорам, обучение становится увлекательным и интересным. Директор гимназии Николай Олехнович уверяет, на достигнутом останавливаться не собирается. В этом году мы заявились на использование как площадка, национальный проект под гидами Министерства образования по использованию ковно-технологий. Это накопление материалов где-то на каком-то компьютере и с помощью смартфона или планшета можно каждому будет использовать эти материалы для образовательного процесса. Как учителю, так и ученику. Для нас это новое, но мы понимаем, что это будущее, и мы с этого учебного года будем работать над этой темой. На Копринщине в этом году в 36 учреждениях образования сели за школьные парты более 10 тысяч учеников. В образовательной системе района трудится почти 4 тысячи специалистов. Вера Пойта, Владислав Бондарь, Леонид Шевчук. Специально для Инфокобрин. Поделиться добром и участием. В преддверии Дня знаний в Кобринском детском доме встречали гостей. Поздравить ребят приехали представители силовых структур области и Кобринского района. К ним присоединилась и наш корреспондент Евгения Мороз. В Кобринском детском доме воспитывается 31 ребенок с особенностями психофизического развития. Почти все – социальные сироты. Саше Кожухову 7 лет. В следующем году мальчик идет в школу. Так что День знаний для него – особенный праздник. Ты готов к школе? Да. А что ты думаешь там будет интересное? Я буду учиться. Почему? Читать. Считать. Традиционно в праздник знаний и детства у воспитанников Кобринского детского дома очень много гостей. Среди них – священнослужители, работники Следственного комитета МЧС, военнослужащие, представители Кобринского ДСАФ, РОВД и Брестского областного управления внутренних дел. Посещение этого учебного заведения и аналогичного в поселке Телеханы – это традиция для сотрудников УВД Брестского областного полкома. Мы давно дружим, шефствуем над этими заведениями. Конечно же, нет родительского внимания, родительской заботы. Но педагогический персонал, воспитатели, насколько это возможно, пытаются заменить родителей и оказать тот уровень, который должен быть у каждого ребенка. Получить это тепло, которое мне было дано в самом раннем детстве. Поэтому и ездим, поэтому и стараемся, и помогаем, чем можем. Вот девочка с ним подбежала и спрашивает, а ты меня любишь? Ну, конечно же, люблю. Как же не любить этих очаровашек? И то, что впитается сегодня в таком маленьком возрасте, ну, и путь выйдет с любовью, с добротом и с заботой. Вот и все, почему ездим. Потому что любим, потому что хотим, чтобы детки были счастливы. Слова благодарности и педагогам. Каждый из них вкладывает частичку своей души в воспитание каждого малыша. Добро, забота и любовь. Именно этими качествами обладает каждый из них. Сегодня педагоги гармонично перевоплотились в сказочных героев. На праздник заглянул Баратино, а вместе с ним – лиса Алиса и кот Базилио. Ведь они также хотят учиться в школе. Для ребят сказочные герои приготовили множество конкурсов. В программе – зажигательные танцы. Задорные ритмы не оставили в стороне никого. И вот пришло время дать первый в этом учебном году школьный звонок. В детском доме говорят, им есть чем гордиться. Трое ребят сядут не за парты интернатского учреждения, а к обринской средней школы. То, что находятся люди, которые не безучастны к судьбам наших детей, это очень многое значит. Оказывая материальную помощь, моральную, духовную поддержку со стороны церкви. Обратиться также к зрителям. Возможно, у кого-то появится желание приехать к нашим детям, познакомиться поближе. Возможно, взять домой в гости. Возможно, кто-то уже подготовлен к работе с такими детьми. Мы будем рады. Какой праздник без подарков? Канцелярские товары, игрушки, сладкие угощения. Все для ребят. Мы ежегодно помогаем детишкам. Мы привозим им подарки. Мы устраиваем различного рода утренники, новогодние утренники. На День защиты детей мы поздравляем. Привозим фрукты, сладости. Частичку своей души, частичку внимания, понимаете? Как говорится, чужих детей не бывает. Это все дети наши. И мы хотим сделать так, чтобы они никогда не чувствовали, что какие-то они особенные. Что нет у мамы, папы. Мы всегда стараемся сделать так, чтобы детишки больше улыбались, детишки чувствовали себя счастливыми. Сегодня мы принесли новую разработку нашего министерства, новую книжку, которую они разработали «Даша в стране опасностей», которая поможет малышам, в первую очередь, разобраться с самыми элементарными правилами безопасности. И хотим их подарить, чтобы они пользовались, читали и знали, как действовать. Самое главное, что получили воспитанники Кобринского детского дома не подарки, а положительные эмоции. Они и стали подтверждением того, что чужих детей не бывает, а делиться добром просто. Стоит только искренне этого захотеть. Маленькой помощи не бывает. В Кобрине помогали братьям нашим меньшим. Общественное объединение «Брестский хаски-клуб» принимало участие во встрече в поддержку Кобринского приюта передержки бездомных животных. Пес Мерлин, член Брестского хаски-клуба, приезжает в Кобрин уже в третий раз, чтобы поддержать своих четвероногих друзей и животных из Кобринского приюта передержки. Встреча северных ездовых собак приурочена к Международному дню бездомных животных. Для организаторов это не праздник, а повод обратить внимание на проблему бездомных животных, рассказать максимальному количеству людей об их трагической судьбе. Мы образовались 4 июня 2016 года. Сначала мы представляли себя что-то вроде коллектива владельцев собак северных пород. Совсем недавно мы стали общественным объединением. И вот, собственно, сейчас развиваемся вместе со своим коллективом, с нашими собаками. Наши собаки нас объединили, и вот, собственно, так и живем. И вот сегодняшняя встреча, она посвящена именно помощи нуждающимся. Мы пытаемся всем сказать, что можно приятно провести время, и при этом это время поможет другим выжить. Приют-передержка в Кобрине возник спонтанно и держится на стороне тех людей, которые очень любят животных. Это все добровольная инициатива нескольких человек, которые безвозмездно оказывают посильную помощь. Нам бы хотелось, чтобы общественные объединения, неважно какой направленности, коллективы, организации, или вообще просто друзья вот так вот собирались и оказывали поддержку людям, которые занимаются волонтерством и, собственно, держат приюты, потому что это невероятный труд. То, что делают эти девочки, просто потрясает и воодушевляет на такие вот моменты, чтобы мы проводили акции, чтобы, собственно, творить добро. Волонтеры Кобринского приюта-передержки выступают за создание в нашей стране закона, который будет защищать животных, а также ставят перед собой задачу привить у владельцев животных сознательное отношение к своей роли. И самое главное, конечно, что хотелось бы, это чтобы у нас все-таки ввели закон, чтобы наше государство обратило внимание на опыт тех стран, которые этого добились, где, правда, нету бездомных животных, и обратили внимание, по каким пунктам. Пункты, их несколько основополагающих пунктов. Это обязательная стерилизация и это ответственность за того, кого ты приручил. Совершить добрый поступок может каждый, и это очень просто. В зоомагазинах Кобрина можно оставить корм в подарок бездомным животным. В магазинах города установлены ящики для пожертвований животным приюта-передержки, а также открыты благотворительные счета, на которые можно перечислить деньги. А самая главная помощь – это внимание и доброта к братьям нашим меньшим и понимание того, что мы в ответе за тех, кого приручили. Вера Пойта, Леонид Шевчук, специально для Инфокобрин. К другим новостям. Народное гуляние «Студинские забаулянки» прошло на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Вилиагра» в деревне Гирск. О том, как это было, узнаем сейчас. В живописном уголке природы в 15 километрах от Кобрина в третий раз проходит народный праздник «Студинские забаулянки». Вы знаете, вот интересная пора, вот приходит, да, вот, август, нивень. Мы подводим очень значимый результат по многому куда на сельском ниве. И вот этот праздник как раз, он такой продажиночный. И главное, что он, когда весело, значит, мы сработали неплохо на уборке. Сегодня здесь весело, вы видите, тем более радует, что сделает этот праздник фермер, достойный фермер, фермерское хозяйство «Вилиагра», которое достойно сегодня занимается сельхозпроизводством по разным направлениям. И заметьте, ко всему прочему, он еще умеет организовывать хорошие народные гуляния. Поэтому для Кобричины это хорошо, это правильно, это достойно. Праздничная программа стартовала традиционным обрядом уборки последнего жито в поле, народным шествием со снопами и песнями, продолжилась на главной сцене. Все-таки мы хотим, чтобы наши внуки и правнуки знали, что такое сноп, что такое серп, чтобы они понимали, откуда мы все вышли, мы все с деревни, с села. Я бы хотел, чтобы вот этот праздник так продолжался и с каждым годом набирал силу. Среди гостей праздника делегация из города Побратима Бирск-Подляски во главе с бургомистром. Мы сотрудничаем с городом Кобрынием. У нас договор подписан три года тому назад. Мы исключаем, где еще можно найти место, что еще усовершенствовать в нашем супрасовнике. И такой праздник, как сегодня, это интересно. У нас, можно сказать, дошинки будут за три недели, так что можно что-то еще посмотреть, как это у вас выглядит. Но это выглядит подобно, потому что мы славяне, мы живем, скажем, 100 километров от себя, так что может быть это так само. На праздники наградили лучших работников хозяйства, операторов машинного доения, телятниц, поваров, бухгалтеров и комбайнеров. В программе выставки продажи и мастер-классы от Кобринского политехнического колледжа, полеты на воздушном шаре и мотодельтаплане, фокусы и аквагрим, концертные программы творческих коллективов и сольных исполнителей Кобринщины. Среди приглашенных гостей ансамбль песни «Маланка» из Польши, финалистка шоу-проекта «Голос» Галина Конах из Украины, группа «Счастливый случай», народные артистки Белоруссии Анастасия Тихонович и Эдвига Поплавская. Здесь, вот на этой прекрасной сцене, когда такой чистый воздух, зеленая трава, земля, которой хочется просто поклониться ей и поцеловать ее, потому что она дает нам жизнь. Спасибо за ваше трудолюбие, за ваш труд. Праздник расширается, выходит за пределы нашего Кобринска района Брестской области, ну и будем надеяться, что за пределы Республики Беларусь, коль едут к нам такие друзья, знакомые. Народный опен-эйр собрал огромное количество гостей-зрителей. Это жители близлежащих сел и деревень. Ковринчане – гости из соседних городов Березы, Пружан и Бреста. Очень интересно, весело, и погода позволяет, и вообще много народа, и все позитивно, все красиво. Здесь очень весело, здесь много разных животных, здесь много родителей. Мы немножечко опоздали, но, конечно, супер, на все сто. Василий Васильевич, конечно, праздники умеет делать. Всегда тут приятная атмосфера, хорошо встречают, все организовано, очень весело, всем нравится, все прекрасно. Призыв к миру на языке детского рисунка, не требующий перевода. Ковринчанка Майя Волосюк стала дипломантом международного конкурса детского рисунка «Нарисуй мне мир». Вера Пойта знакомилась с юным талантом ковринщины. Международный конкурс рисунков «Нарисуй мне мир» в этом году объединил детей из разных стран, которые представили более двух тысяч работ. Одной из дипломанток стала пятилетняя ковринчанка Майя Волосюк. Это Майя пасет барашка. Майя родилась в творческой семье. Ее мама Светлана Волосюк – известный мастер не только в Коврине, но и за его пределами. Творчеством я занимаюсь примерно с 2009 года, когда закончила вуз. Приехала домой и решила заняться не только работой, но и творческой деятельностью. Я занималась батиком – это роспись по ткани, потом графикой, живописью, печатной графикой, коллажами, компьютерной графикой. То есть всем, где себя можно применить. Юная Майя не остается в стороне, помогает маме в создании шедевров. Я один раз сама акварель рисовала масляными мамиными. Как рассказывает Светлана, о конкурсе они узнали совершенно случайно. Решили принять в нем участие. Отправили рисунок по электронной почте и стали ждать результата. Я предложила Майе просто поучаствовать. Говорю, будешь рисовать на конкурс во Францию рисунок? Она сказала, буду. Майя очень волновалась. Мы отправили, и она постоянно спрашивала, ну что там, ну как там, ну как мой рисунок? Каждый раз лежала в почтовый ящик и даже кувыркалась. Рисовать Майя начала очень рано. Как только научилась ходить. При этом она во всем старается быть похожей на маму. Свой победный рисунок девочка сделала с применением разных техник. Рисовала, вырезала и клеила. Я сама занимаюсь разными техниками. Майя смотрит, и поэтому она делает так же, как я. В копилке у Майи не один рисунок. Здесь есть пейзажи, аппликации из ткани и даже портреты. И все это творчество маленькой девочки, которая просто очень любит дело, которым занимается. Это мама. Она летает в небе. Это я ложила листики, на эти листики краской накрашивала и отпечатала. Свой приз, почетный диплом, медаль и каталог со всеми 50 работами победителей Майя получила по почте. При этом талантливая девочка мечтает стать биологом и в свои пять лет уже активно изучает разнообразных животных. Вера Пойта, Тигра Накопян. Специально для Инфокобрин. И на этом у меня все. Хороших новостей, такого же настроения. Увидимся на четверке. Доброе утро. Еще раз, уважаемые телезрители, вы на телеканале «Беларусь-4 Брест». Программа «Утренний эспрессо» дарит вам хорошее настроение и полезную информацию. Доброе утро, дорогие друзья. Говорят, что понедельник день тяжелый. Не устоим вам это повторять. Не верьте. Понедельник день прекрасный. Нам кажется, даже самый лучший, потому что впереди еще столько дней для того, чтобы совершить что-то очень интересное и полезное, как для себя, так и для окружающих. Давайте не будем медлить. У нас очень много информации сегодня подготовлено. Посмотрим анонс выпуска. Позже вернемся в студию прямого эфира. Сегодня в «Утреннем эспрессо» рубрика «Горячая линия» ответит на самые актуальные вопросы телезрителей. Узнаем, как с пользой начать утро, чтобы днем быть продуктивным и бодрым. Брестский художник Павел Кульша расскажет, как вместе с американской писательницей покорил США. Что ж, мы узнали, что будет в нашей программе. Ну, с самого утра, как всегда, у нас розыгрыш в эфире. Да, раздаем подарки. Детская игровая комната «Рео» приглашает малышей. Сухой бассейн, батут, аниматоры и много интереснейших вещей, которые будут полезны как вам, так и вашему ребенку. 21 55 65 номер телефона нашей студии. Давай вопросик озвучим. Давай озвучим вопросик. Вопросик звучит немножко по-детски, как ни странно, как и слово «вопросик». Вопросик? Вот вопросик-то вопросик у Розни, этот вопросик с подвохом. Давай. Когда идет дождь, под каким кустом сидит заяц? 21 55 65, ты все верно сказал. Вопросик детский, поэтому ждем звоночков наших малышей. Да, надеюсь, они уже проснулись, а они должны были проснуться, потому что к скольки школу с этого 1 сентября? По-моему, более 50% школ, к 9, а так 8.30 даже. Все зависит от того, в какой местности находится школа и каким способом туда добираются дети. Ну, в среднем, наверное, давай будем брать 9 утра, но проснуться нужно было хотя бы для того, чтобы включить четверку, встретить утро в компании утреннего эспрессо. Да, смотрите нас, мы поднимем вам настроение и поделимся очень полезной информацией. Давай повторим, наверное, вопросик. Ну, у нас есть звонок, и мы повторим зрителю наш вопросик. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Даша. Очень приятно. Даша, вы откуда? Я из Бреста. Отлично. Мы рады, что вы с нами. Понедельник день тяжелый, как считаете? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что когда как? Ну, наверняка вы ответите на следующий вопрос. Давай повторим. Итак, Дарья, когда идет дождь, под каким кустом сидит заяц? Под мокрым. Верно. Под мокрым кустом. Дарья, вы сами догадались или знали ответ? Я знала ответ. Дарья, вы выучитесь, да? Что-что? Вы учитесь? Да, конечно. Ну, так понятно, почему так быстро вы ответили на этот вопрос, потому что, наверное, эти загадки очень часто задают себе одноклассники. Нет? Ну, отлично. Хорошо. Даша, на сколько в школу? Во сколько занятия начинаются? Я учусь во вторую смену, а просыпаюсь рано утром, смотрю вашу программу. Я очень люблю вашу программу. Спасибо, спасибо. Нам очень приятно. Что ж, оставайтесь тогда на линии. Наш администратор расскажет, как вы сможете забрать подарочный сертификат. Но вы оставайтесь также с нами, и вы, Дарья, и вы, дорогие телезрители, потому что впереди еще много интересного. Для начала, наверное, узнаем, что же прогнозируют синоптики сегодня, брать ли зонт или нет. Хотя, мне кажется, если выглянуть за окно, можно понять, что зонтик все-таки прихватить следует. Да, на всякий случай. Какая погода будет сегодня? Какая погода сегодня? Прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мы продолжаем наш эфир. Когда-то прошлое было настоящим. Так говорят мудрецы. Это истина, которую, пожалуй, наверное, знают все. К чему же я веду? К тому, что этот день когда-то будет в прошлом. А какие же... что же было тогда, когда было давно? Слава! Я решил немного пошутить сегодня утром. Да, кстати, говорят, что нужно шутить по понедельникам и как можно чаще обниматься, потому что вот именно эти две вещи, они снимают стресс. И это помогает нам настроиться на плодотворный рабочий день. То, о чем говорил ты. Да, я об этом говорил. Но если по-серьезному, сегодня 4 сентября, понедельник. Что же было в этот день в минулые годы, мы узнаем из нашего календаря. Давайте посмотрим. Сегодня 4 сентября, и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1563 году из брестской типографии вышла Библия, в которой были помещены все тексты Старого и Нового Заветов. Считается одним из самых полных и лучших изданий того времени. Известно как Брестская Библия или Радзивилловская Библия. Это самая большая и богато оформленная белорусская печатная книга 16 века. В этот же день, в 1776 году, вышел указ Екатерины II о создании Полоцкой губернии, административно-территориальной единицы в Российской империи. Расположилась губерния на землях Великого княжества Литовского, присоединенных к Российской империи после первого раздела Речи Посполитой. 4 сентября в 1942 году в газете Западного фронта «Красноармейская правда» началась публикация поэмы Твардовского «Василий Теркин», считающейся и по сей день лучшей поэмой о солдате Великой Отечественной войны. В этот же день, в 1952 году, в Минске по линии железнодорожный вокзал «Круглая площадь» начал движение первый троллейбус. Уже через год троллейбусный маршрут в столице был продлен до парка Челюскинцев, а спустя три года – до обсерватории. Первый троллейбус исправно отработал 20 лет. 4 сентября в 1975 году в эфир вышла первая передача телевизионного клуба знатоков «Что, где, когда». В то время игроки еще не назывались знатоками, а привычная атрибутика клуба «Сова и Волчок» появится лишь спустя несколько лет. Бессменным автором и ведущим программы все эти годы вплоть до начала нулевых был Владимир Яковлевич Ворошилов. Доброе утро, уважаемые телеглядачи программы «Ранешняя эспресса». Мы промываем эфир и нагадываем, что нам нужно телефоновать по номеру телефона 21 55 65. Сейчас мы разговариваем по-белорусски, а почему? Потому что вчера в Беларуси отзнашили день белорусской письменности. И до нас уже долучилась Зоя Петровна Мельникова. Зоя Петровна Мельникова, я маю честь представить вам ее павжанное господарство. Это доктор филогичный наук, профессор кафедры Беларусской филологии Брестского государственного университета. Зоя Петровна, добрый день. Доброе утро, Зоя Петровна. Как ваш настрой? У меня чудовный настрой, потому что только что начался научальный год. Потому что литерально вчера вечером закончилось важное, можно сказать, державное свято, якое отбывалось в этом году в Полоцку, дни белорусского письменства, которые прошли в эту суботу и неделю. Вы видите, вельми тешить гэта, что такие важные, знаковые святы для нашей духовности, для нашей культуры отзначаются на державном узровне. У гэтым годзе гэта свята отбылось у старажитным Полоцку. Полоцк – гэта калыска белорусской державности, а туль починалася белорусская держава. У Полоцку, с Полоцка выходяць, паходяць наши духовные батьки, я б сказала, гэта Франчишек Скарына и Ефрасиння Полоцкая. Вы ведаете, живучи, еще не в 21-м стагодзе мы живем их запаветами. Спаунилась у гэтым годзе, якраз 500 год, з дня выходу першей друкованной белорусской книги, книги Франчишка Скарыны. Яна вышла 6-го жневня 1517 года у Празе. Франчишек Скарына у своих книгах, у парадмовах да своих книг писал, просил нас, каб мы любили Беларусь, каб мы любили свою землю. Я думаю, что все памятают слова Скарыны про тое, что звери, які живуть у лесах, ведают стешки свае, что рыбы, які плавают у реках и морах, помнят веры свае, а пчелы и им подобные оборонят вули свае. Так и люди повинны любить, воронить свое родное, свое белорусское. Вось, як он живе з нами и сёння. Зоя Петровна, цесь заховая, поважаю, мацовые традиции протка у сучасная молодь. Як вы лечите? Обовязково. Я лечу, что так, может быть, у недостатковой меры мы не повинны заспакойваться. Але я працую уже больше 30 годов на филологичном факультете. У нашем университете у Вогуля вельми моцная и хорошо развивается гуманитарная навука. До нас поступает чудовная молодь. До нас у гэтым годзе пришли чудовные першакурсники на специальность белорусская филология и на іншые наши специальности. Вось, сегодня я хочу поветать своих дорогих студентов, наших дорогих першакурсников филологичного, и не только филологичного факультета, что они пришли до нас. Мы, выкладчики, прикладем у всех намаганья, как заработать их, выдатных профессионалов, как они саправды стали красой и гонором нашей белорусской земли, нашей державы. Молодым належать будущее. Я гэтым устешена. Мы таксама вітаем новых студентов и таксама веншуем с пашатком нового учебного года. Зоя Петровна, вы сказали чудовную промову, про белорусскую мову, чому я треба любить, бо гэта наши корни, гэта наша сердца, скажем так. Душа. Душа, так. А вось гэсторичная пытання. Калі на Беларусі з'явілася письменнаць ў кералічному райанці? І што потом з'ю адбывалася? Вы ведаете, калі вот так глядзіць ў гэсторію, то лёс нашей белорусской мовы, як і лёс белорускага народа, скрозь гэсторію, ён даволі драматычны. Але, калі звертацца да вытокаў, то кералічная письменства до нас пришло разом с приходом хрыстіянства. Керылай Мефодій, мы ведаем славянскіх першасвітнікаў, яны вынышлі кералічны шрыфт. Нашымы першымі асвітніками, пра гэта трэба помніць, былі мінавіта хрыстіянскія царковныя дзеячы. І тут найперш мы павінны згадаць і фрасінню Полацкую. Яна заснавала ў Полацку манастыры. Яна спрычынілася да Сафійськага сабору, які сёння ёсць ў Полацку. Яна заснавала школы, ў якіх перапісываліся тагачасныя кнігі. Бо беларускіх кніг ў часы і фрасіння Полацкая ішчы не было. Яны з'явіліся праз некалькі стагодзеў разом с Францішкам Скарыной. Але я хачу нагадаць, што ёфрасіння Полацкая, звертаючыся да сваіх вучняў, прагэта пішыцца ў жыціі ёфрасіння Полацкай, пісала, гаварыла дакладні, «Не будьте пустазеллем народной зямлі, будьте квэтками, будьте красками, узрастайте хлебам духовным». Мы з вами гэта робім, асабліва мы, педагогі, гэта робім. Мы, працуючы з молодзю, вырастаем, узрошываім гэта хлеб духовны. Родная мова, родная література, родная культура умацовывая нашы сілы, умацовывая нашу душу, робіт нас самадастатковымі, прыгожымі. Так, абсалютна з вами згодзім. Зоя Пятровна, ось моё тако асабістая пытання. Наша письменность могла быць і ў латінскім варіанці, так? Чому ось так склалася, што, наприклад, памавленью польська мова так сама же могла быць запрастай і я можна перадаць з допамоги кирылицей? Чому, наприклад, польська стала латінской, засталася латінской, так? А беларускай – кирылицьну варіанці? Так, ну так гістарычна склалася. У вогулі был пірэд, калі беларускай мова і беларускай література фіксавалася вось гэтым латінницей. Был такі пірэд. Усё абумовліна гістарычна. Бо ў нашага народа і ў нашай письменності ў вогулі драматычны лёс. У восьмнадцатым годзі, у восьмнадцатым стагодзі, дапустім, беларускай зімлі ў ваходзі лі уайшылі пасля распаду Велікага Князства Літовскага ў склад речі паспалітай. Беларускай мова, якая была дзержаўна ў Велікім Князстве Літовскі, якую паважліва слухалі ў середні вецшы ў Європі і шановалі ў Європі, была ў восьмнадцатым стагодзі забароніна і вытіснялася польскай мовай. Беларусы акаталічваліся, апалячваліся. Беларускай шляхта пераходзіла на польскі бок, а шляхта, гэта ведаіць гэта розум, інтелект, гэта серцца націі. Вось такі быў драматычны переец. Сто год нельга было размавляць па беларуску. І беларускай мова тады жыла толькі ў селянскім асяродзі. А потым пазній наступілі не менш неспрыяльныя часы. У пачатку девятнадцатага стагодзя нашы землі і наш народ трапілі ў склад Расійській імперіі. І больш за сто двадцать год нашы прадкі жылі ў чужой таталітарны дзержаві. І толькі двадцатая стагодзя стала часам адраджэнням. От пачатак двадцатага стагодзя. Ну і наш час, наш пірыяд, пірыяд суверэнный беларускай дзержавы, Республікі Беларусь. Ну нам, напэўна, беларускаму народу традиційна больш блізкая кирыліца. Тамо сёння мы маў нашу мову, нашу літературу ось ў такім шрифтавым кирылічным варіянті. Зоё Петру Пелінаскам. Пытанням література. Ці читаюць беларускія, брэскія студэнты, творы сучасных беларускіх пісьменнікаў і камы яне даюць піравагу, сё ж такі? Канішня, читаюць. Сабліва студэнты філалагічнага факультэта, яны пабінны читаць. Яны читаюць, стараюцца капстаць професіаналамі. Мы, ў нас ёсць спецэальныя цэлая курсы лекцій. Студэнты здаюць шэрах экзаменов. У нас ёсць важная дэсцэпліна сучасная беларускай література. Гэта література канца 20-х і пачатку 21-го ставодзя. Самая сучасная. Мы знайомымся не толькі с класікай, мы знайомымся і с сучасными тэкстами. Вы ведаеце, сёння ёсць такі термін – сеці література. Вогалю ёсць такае беларускай слова – сеціва. Гэта інтернет. І сёння многія маладыя творцы, таліновітыя, розныя ступені, яны пайшлі в інтернету сувязі з тым, што не кожны можа выдаць сваю кнегу ў нейкім выдавецтві. І таму нашы студэнты чытаюць не толькі творы класікав, але чытаюць і гэту сеці літературу. І многія з їх спрабуюць свае сілы. Наш філологічны факультэт выраціў цэлаю пляяду пісьменнікаў, в учоных. Наш выпускнік гэта акадэміку Ладзімір Васильевич Гнеламёдаў, Берастеец. Наш факультэт закончыли знакамітыя берастейскія пісьменнікі. Міхась Рудковскі, Алесь Розану, Леонід Філату, Іван Мельничук і многі іншыя. Да і тэлі ведучыя, Мікола Пракаповіч, напрыкла. Мікола Пракаповіч, Алесь Каско. Я хачу працтваць радкі Міколы Пракаповіча, які, здаецца, мні вельмі дарэчы да сённішній гаворкі. Мікола Пракаповіч талі навіты, паэтлюн талі навіты, як тележурналіст. У ягой ёсць выдатныя вершы цыклу галасы берастейскага дядзінца. Жыве народ, пакуль живоя слова, крыніцаю спад глею і жарствы, адродіцца празваш ратунак мова, адродіціся зроднай мовай вы. Цудовна. Цудовна, Зоя Петровна. Дякую. Вельмі нанхняючі. Дякую Пракаповічу. Дякую вам. Вельмі мало часу ў нас, і апошніе пытання, калі ласка, вельмі коротенька, на ваш конд, ваше меркавання, яка павіна быць мова, каб яе зразумелі студэнты, каб яны ёй красталіся? Вы бідаецца, тут нема ніякай праблімы. Студэнты разумеюць беларускую мову. І нават просто часам ёдзіш ў транспарці, пачынаеш гаварыць па беларускую, людзі адклікаюцца. Наша мова жыве ў нашых венах. Яна закладзіна ў нашым генетычным кодзі. Просто трэба павярнуцца да яе. Яна павінна раўнапраўна функціанаваць ў нашай дзержаві пабач з рускай мовай. А каб заховалася гэта раўнапраўе, не было б ніяких праблі. Так. Дзякуй, дзякуй. Велікі дзякуй, Зоя Петровна. Вещун вас со святам. Дзякуй, взаемна. Яшыра, со святам, Зоя Петровна. Я нагадаю, што ў нашым прамым эфиры была Зоя Петровна Мельнікова, доктор филагічных навук, професор кафедры беларускай филалогії Брэскага дзяржавнага университета. Всеху добрыха, Зоя Петровна. Ну, а мы? Ну, а мы прамым эфиры зараз вращаем самы актуальныя, отказываем на самы актуальныя пытання нашых талеглядачоў. Заставайтеся, начать свёрцы, калі ласка. Вопросы житейского характера зачастую застают нас врасплох. Найти ответы на них поможет горячая линия утреннего эспрессо. С первым вопросом на горячую линию обратился Михаил Александрович, житель Бреста. Мужчина является инвалидом первой группы и передвигается на инвалидной коляске. В подъезде, где проживает звонивший, установили пандус, но он оказался неудобный для спуска. Куда обратиться за помощью в такой ситуации, спрашивает мужчина. Михаил Александрович, монтаж и установка пандуса должны осуществляться с соблюдением требований различных технических регламентов. По вопросам содержания и эксплуатации крыльца подъезда следует обращаться в жилищно-эксплуатационную службу по месту жительства. Второй вопрос задал Юрий, который проживает в Барановичах. Молодой человек желает развестись с супругой. У них есть годовалый ребенок, однако отцовство по отношению к нему официально было признано другим мужчиной. Могут ли расторгнуть брак без согласия супруги? Волнует звонившего. В соответствии с законодательством, расторжение брака недопустимо до достижения ребенка возрастом трех лет без письменного согласия другого супруга на расторжение брака. Исключение составляют случаи, когда отцовство по отношению к ребенку признано другим лицом или по решению суда сведения о муже как об отце ребенка исключены из записи акта о рождении ребенка. Последний вопрос задала Наталья Викторовна. Месяц назад в одном из магазинов Бреста женщина приобрела телевизор, гарантийный срок которого составляет 12 месяцев. В связи с переездом Наталья Викторовна подключила телевизор только неделю назад. Проработал он всего один день и перестал включаться. Обратившись в магазин с просьбой об обмене товара, звонившие отказали, объясняя это отсутствием оригинальной упаковки. Правомерны ли действия продавца, спрашивает телезрительница. Наталья Викторовна, разобравшись в вашей ситуации, мы выяснили, что потребитель вправе возвратить купленный товар ненадлежащего качества без потребительской тары. Вам нужно обратиться в отдел защиты прав потребителей. Это была горячая линия утреннего эспрессо. Оставайтесь с нами. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok Самый известный канал Венеции Большой или Гранд-канал. Он проходит через весь город. Длина канала 3800 метров, ширина от 30 до 70 метров, а глубина 5 метров. Набережных у канала практически нет. Их заменяют фасады домов, выходящих на канал. Эти дома, как правило, построены на сваях, при этом имеют два выхода – на сушу и на воду. Чечоточник или абрус молитвенный – одно из самых странных и опасных растений в мире. Его родина Индия. В стручке абруса, как правило, от 4 до 6 семян бусин характерного красного цвета с черным пятном. В семенах и затаилась опасность. Они очень ядовиты. Самым быстрым мотоциклом в мире производители предлагают считать «Додж Томагавк». Главное отличие этой модели от других – наличие четырех колес вместо двух. Это невероятно лимитированный выпуск. Всего произведено 10 экземпляров, 9 из которых продано за астрономическую сумму, сравнимую со стоимостью самых дорогих автомобилей – 555 тысяч долларов. Вес мотоцикла – 680 килограммов. Он обладает 10-ти цилиндровым двигателем мощностью 500 лошадиных сил. Максимальная скорость самого быстрого мотоцикла – 480 километров в час. Продолжаем делиться интересной и полезной информацией. Катерина начнет это полезное утреннее дело. Информация о стрессе. Говорят, что стресс может быть полезен. Но сейчас речь идет именно о краткосрочном, о кратковременном стрессе, но ни в коем случае не о хроническом, который, наоборот, понижает наш иммунитет и делает нас вялыми и недовольными окружающими самим собой. Так вот, вернемся к исследованию. Слава, что там произошло? Ну так вот, оказывается, что короткие стрессовые ситуации способны укреплять память и улучшать навыки обучения. Ну вот, как ты, Катерина, говорила, долговременный стресс вызывает реакцию обратную, подавляет защитные функции организма, и много-много-много всего. Мы не будем вдаваться в подробности, мы только знаем, что самое лучшее лекарство от стресса, от всех бед и неурядиц – это улыбка. Так что мы желаем, чтобы в вашей жизни было как можно больше вещей, которые рисуют на вашем лице эту самую улыбку. Говорят, что очень помогает общение с маленькими детьми. Да, это была прекрасная подводка к рубрике «Человечки». Какие интересные вопросы задавали им сегодня, мы узнаем прямо сейчас. Радуюсь, когда тортик новая мне делает какой-то сюрприз. Хорошие новости. Когда мне дарят подарки, дарят мешок морозом. Вообще-то когда-то я поеду куда-то. Когда дети меня чем-то угощают, или если мама что-то мне дает. Ну, если какой-нибудь друг ко мне приедет, или кто-нибудь с подарками, или папа приедет из какого-то города, я по нему соскучилась. Когда очень смешно, то я тоже с моей семьей радостна. Да, наши малыши, как всегда, поражают, удивляют. Спасибо им огромное за искренность и откровенность. Мы предлагаем вам, дорогие друзья, дозваниваться к нам в студию прямого эфира по номеру телефона 21-55-65. И делиться впечатлениями о прошедших выходных можно также отвечать на тот же вопрос, который мы задавали человечекам. Когда вы радуетесь? Что заставляет вас улыбаться? Делитесь их секретом отличного настроения, хорошего начала дня. Принимайте участие в наших розыгрышах. Мы всегда готовы к обратной связи. Катерина, с чего ты радуешься? От чего ты радуешься? От банальных мелочей. Я радуюсь, когда мы выходим в прямой эфир на канале Беларуси Требрест, когда я вижу улыбку ребенка, когда светит солнце, когда близкие мне люди довольны чем-то либо просто счастливы. Мне кажется, что нужно находить счастье вот в этих самых маленьких поводах для радости. Как ты думаешь? Действительно, я тоже ищу счастье в маленьких поводах. И особенно меня радует, когда к нам дозваниваются наши телезрители и тоже делятся своими новостями, хорошим настроением. Да, вот я еще радуюсь, когда съем что-нибудь вкусненькое, очень вредное, особенно на ночь. Радости нет предела. В это время эндорфины вырабатываются в нашем организме. То есть ты любишь пакостить немножко? Доставляет радость. Ну если только себе, но ни в коем случае не другим. Вот так вот. Мы продолжаем. И еще радость могут доставить очень красивые снимки, фотоснимки, потому что искусство — это такая вещь, которая не может оставлять нас с вами безучастными. Мы в начале каждого месяца рассказываем о самых интересных и популярных снимках Инстаграм за предыдущие, но и сентябрь не стал исключением. Мы составили топ-5 фотоинстаграм за август. Столько всего наговорила, Слава. Продолжай. Я продолжу. Так, внимание на экран. Журналистка Александра Гарсия наблюдала полное затмение солнца вместе с жителями американского городка Расселвилл в штате Кентукки. Это историческое событие и не менее историческое место. Здесь родился седьмой президент США Эндрю Джексон, а знаменитый преступник Джесси Джеймс ограбил свой первый банк. Очень интересно. Особенное описание фото. Это авторское, все сохранено. Следующее фото. Испанка сделала, внимание, автопортрет в национальном парке Даньяна в Андалучии. Следующее фото. Пользователь Инстаграма любит фотографировать котов. До сих пор не знаю, что я в них ищу, признается он. Судя по снимкам в Инстаграм, главным образом прыгучесть. А еще мягкость, пушистость и няшность. А кто же не любит няшность котов-то? Наверное, все. Продолжаем. Роберто Лайф пытается превратить воздушную фотосъемку с квадрокоптера в настоящее искусство. Я всегда ищу симметрию, объясняет он. Ряды малиновых такси ему удалось найти в Мехико. Очень интересное фото. Актуальный ягодный цвет в этом сезоне. Цвет ягод. Так, и последнее фото. Маленькая дочка фотографа Наоми гуляет среди высоких подсолнухов в Родалинде, не опасаясь заблудиться. Ей ничего не видно за цветами, но она прирожденный навигатор, поясняет гордая мать. Ну, мы точно знаем, что фотографам, ставшим такими популярными в Инстаграм запомнилось это лето, притом надолго. Но чем же оно запомнилось брещанам, какие планы у них на ближайшее время, мы узнали, когда вышли на улицы областного центра. Чем наиболее запомнилось лето? Лето? Ну... Дождем. Нет, нет, нет. Поездки на Белое озеро с друзьями. Я в Париже, когда нам афроамериканцы продавали маленькие брелочки, слишком сильно торговался с ними, что мог за 50 центов купить 15 брелочков. Мечтал встретиться со своей подругой. Я из другого города. Мы приехали и встретились. А у меня еще все впереди. У меня в сентябре отпуск. Поэтому летом я работала. Но время хорошо проводила. В ближайших планах что у вас стоит на осень? Пока ничего, потому что работа, отпуск заканчивается и как бы никаких планов. Мы постараемся полететь в Крым. Обязательно в сентябре. Я обещаю тебе осенью отлично отдохнуть. Спасибо. Да, безусловно. Я также обещаю себе осенью отлично отдохнуть, но при этом оставаться продуктивной. У меня 25-го день рождения и я планирую седеть, отдохнуть. Прям обещаю исправить учебу с сентября. У меня будет самая лучшая парикмахерская в городе Бресте. Обещаю. Я обещаю этой осенью наконец осилить польский. Говорить могу, но осилю писание. Вы меня заставляете краснеть. Обещаю, что в следующем году мы с детьми поедем на море. Я обещаю с осенью начинать хорошо учиться. Катя, как ты думаешь, кто суперфрукт? Суперфрукт? Да. Суперфрукт это ананас. Я все знаю. Я читала сценарий. Мало того, мы его вместе писали. Ананас является суперфруктом, говорят ученые. Вот мы-то знали, а вы наверняка нет, дорогие друзья. Ученые уверены, что человеку необходимо включить ананас в свой ежедневный рацион, так как он имеет очень много полезных качеств и свойств. Кроме того, он является низкокалорийным, поэтому в меню худеющих людей должен быть непременно ежедневно. Даже если человек в день будет съедать всего лишь несколько кусочков этого фрукта, он существенно укрепит свое здоровье. Кстати, это касается также и сока из ананаса. Он активизирует работу некоторых ферментов в желудке человека. Это, как вы знаете, улучшает метаболизм. Также научно доказано, что в этом фрукте есть много витаминов, а также калия, который вывозит лишнюю жидкость из организма и токсические вещества. А сейчас расскажем вам о не менее полезном продукте. Это виноград. Оказывается, он очень калорийный, хотя его употребляют для того, чтобы похудеть. Очень много интересных фактов в нашей рубрике «Штрих-код». Виноград цветет в мае-июне, созревает в августе-сентябре, а некоторые сорта даже в октябре. Египтяне стали возделывать его за 4000 лет до нашей эры. От них виноградная лоза перешла к финикийцам, грекам и римлянам. Плиний-старший писал, что в Риме культивировалось около 100 видов винограда. На сегодняшний момент насчитывается уже более 10 тысяч сортов. Кусты винограда долгожителей растут до 100 лет и более. И чем они старше, тем больше урожая приносят. Сок винограда содержит много органических кислот, что очень важно для нормальной работы органов пищеварения, для укрепления иммунитета и для поддержания на нормальном уровне кислотно-щелочное равновесие в организме. Известно, что недостаточное потребление с пищей вот этих органических кислот приводит к раннему старению организма. Вот настолько это важно. У каждого сорта есть свои-таки маленькие особенности. Например, красный виноград содержит фитоэстрогены, то есть аналоги женских половых гормонов, которые помогают женщине оставаться молодой и привлекательной, сохраняется состояние в коже хорошее, поддерживает ее тубер и эластичность. Киш-миш – это зеленый виноград. Он очень сладкий, очень вкусный. И основной эффект его заключается в том, что он снижает нервное напряжение, снижает усталость, раздражительность, он улучшает обменные процессы в организме, очень хорошо помогает уставшей печени и почкам. Ну, и его рекомендуют та же тема, у которых низкое давление. Для того, чтобы получить все вот эти эффекты от винограда, достаточно 4 или 5 раз в неделю употреблять такую среднюю гроздь винограда или стакан свежеприготовленного виноградного сока. Виноград – один из древнейших символов плодородия, изобилия и жизненной силы. Все это сделало его одним из самых популярных символов геральдики. Изображение виноградной лозы можно было увидеть в разный период на гербах Ялты, Чугуева, Изюма, Ташкента и Днепропетровска. Виноградная лоза часто встречается в произведениях искусства и упоминается в мифах. К примеру, одной из самых почитаемых нашими предками богинь была богиня плодородия, благополучия, любви и веселья жива. Ее еще называли Лада. В правой руке она держала яблоко, а в левой – гроздь винограда. Внеся их в каждую семью как символ успеха. Виноградом можно не только лакомиться. Из виноградных косточек делают превосходное масло для увлажнения и питания кожи. Фруктовые кислоты, которые в нем содержатся, способствуют разглаживанию морщин, делая кожу гладкой и бархатистой. Слегка встряхните приглянувшуюся гроздь винограда. Если осыпалось много ягод, значит, он переспел. Белый налет на ягодах говорит о том, что виноград свежий, а не о том, что подвергался химической обработке. Темные точки на кожице свидетельствуют о максимальной спелости. Такие ягоды будут очень сладкими, но пролежат недолго. Это день несет с собой трудности и хлопоты. Вторая половина дня сулит новые знакомства и романтические увлечения. Без особых усилий сегодня вы сможете справиться с любым делом. Благоприятный день для начала нового дела. Вероятное улучшение финансового положения или удачная покупка. Можно рассчитывать на друзей, а также на надежных, верных партнеров. Гороскоп советует близнецам усмирить свою гордыню, чаще идти на компромисс. Будьте щедрыми с теми, кого любите. Это касается не только податков, но и душевных качеств. Вас ждет весьма сложный период. Могут обостриться отношения дома и на работе. Всеми силами избегайте любых авантюр. Первая половина дня сулит новые знакомства и приключения. В сфере профессиональной деятельности вы без особых усилий сможете справиться с любым делом. Наступает период обновления, начало обучения. Не отказывайтесь от возможности хоть как-то изменить свою жизнь к лучшему. Можете принимать важные решения в своей личной жизни. Одной из характерных черт этого понедельника является дисциплина. возможно пристальное внимание начальства к работе. Постарайтесь быть максимально исполнительным и аккуратным. На протяжении всего месяца энергетический потенциал скорпиона будет достаточно высок. Сегодня самое время записаться в бассейн или тренажерный зал. Наступает относительно спокойный период, когда многие родившиеся под этим знаком смогут наконец достичь взлета в карьере, проявить в полной мере свой творческий потенциал, а также установить новые связи. У многих козерогов начнется новый жизненный этап. Появятся варианты для получения образования. Звезды указывают на почести и славу. Можете уверенно распоряжаться своим временем. Сегодня многие водолеи будут отличаться любознательностью и легкостью восприятия информации, а также постоянной потребностью в общении. У них расширится круг интересов. Рыбам придется быть в центре внимания. Ваша личность развивается благодаря тому, что вы испытываете потребность сотрудничать с людьми на началах взаимного уважения. Доброе утро, дорогие друзья! Звезды говорят, что сегодня, независимо от погоды за окном, все обязательно будет хорошо. Поэтому улыбаемся вместе с программой «Утренняя эспрессо» и встречаем это утро на четверке. А еще звезды говорят, что время гостей в нашем эфире. Да, они правду говорят. Ерунды говорить не будут. Да, действительно, к нам уже присоединились новые гости. У нас в гостях Василий Николаевич Лемешевский, начальник пассажирского отдела Брестского отделения Белорусской железной дороги и Несса Савишна-Белецкая, замначальника вокзала станции Брест-Центральный. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Василий Николаевич, Несса Савишна, как вы встречаете утро? Как встречают утро на железной дороге? Очень рано встречаем утро и в первую очередь занимаемся выполнением своих непосредственных обязанностей. Поэтому утро у любого железнодорожника, ну, как правило, начинается очень рано. А, Несса Савишна, планерки, план работы на текущий день, встречи с коллегами, с пассажирами, то есть всегда тоже это очень насыщенно, каждое утро. Насыщенно. А что помогает бодриться и привести себя в тонус с утра пораньше? Ну, в первую очередь, это встреча с новыми людьми. Конечно, это каждый раз радостно и тревожно, ответственно для нас. Поэтому и приходится чувствовать себя каждый раз в тонусе и собранным. Наше утро с вами очень похоже. Да, абсолютно. Меня тоже вдохновляют интересные и интеллектуальные, интеллигентные люди. А еще хорошие информационные поводы, с которыми к нам эти люди приходят. У вас повод очень хороший. Брестский железнодорожный вокзал, он признан лучшим в смотре санитарного состояния и благоустройства вокзалов. Так? Мы все правильно сказали? Там очень большой перечень был всего, но в целом мы так обозначили нашу тему. Рассказывайте, пожалуйста, что это за смотр, где он проходил, каким образом это все осуществлялось? Это республиканский смотр, который проходит ежегодно. Проходит он по результатам года уже прошедшего. То есть мы стали победителями по результатам работы в 2016 году. Ну, а о конкурсе, что можно сказать? Проводится он в период с марта по июль. Подводятся итоги, ну и рассматриваются, при подведении итогов, рассматриваются следующие показатели непосредственно вокзала. Это, в первую очередь, объемные показатели, то есть количество пассажиров, которые было отправлено с вокзала в международном, в межрегиональном и региональном сообщениях. Это реализация мероприятий по благоустройству территорий, по обеспечению безбарьерной среды для малогабаритных групп нашего населения. Это выполнение всяких работ, которые запланированы и с благоустройством территории. Оценивается санитарное состояние и прилегающей территории, и непосредственно самих помещений вокзала. Создание рабочих мест, удовлетворяющих определенным требованиям. Вот это основные такие показатели, которые рассматриваются при подведении вот этого конкурса. Ну и получилось так, что в этом году именно наш вокзал по количеству баллов, которые набираются в зависимости от этих показателей, наш вокзал стал победителем. А сколько баллов набрали в этом году? Ну, в общем, очень много, да. Очень многое не сосчитать. Это еще один повод гордиться нашим городом. Наш вокзал, визитная карточка не только Беларуси, но и всего Еврозес получается. Совершенно. Имеет свою очень большую долгую историю. И, естественно, наверное, пассажиропоток тоже довольно немаленький. Да, Инна Сосовершна? Да, в среднем в месяц мы отправляем порядка 300 тысяч пассажиров. В сутки в зависимости от периода от 7 до 10 тысяч. Это достаточно такое количество. 300 тысяч – это почти население Бреста. То есть за месяц вы переправляете 300 тысяч человек? А в осенний период как дела обстоят? В осенний период, начиная с октября, небольшой спад. Потом дальше в зависимости от каникул, от праздников, небольшой подъем. Ну и, конечно, самый наш разгар – это с мая по сентябрь – это летние перевозки. Угу. Довольно активный, активный, активный период. Мы надеемся, что активными будут и наши телезрители, которые дозвонятся к нам в студию прямого эфира по номеру телефона 21 55 65. Возможно, дорогие друзья, у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, поэтому, пожалуйста, время эфирное у нас еще есть, его достаточно. Можно задавать эти вопросы, либо поздравлять. Так информационный повод, как мы уже сказали, у нас очень значимый. Но мы продолжаем. Еще раз хочу акцентировать внимание, что Брестский вокзал – это гордость. Брест – это ворота Белоруссии Евразес и имеют свою очень большую историю. Очень так. Вот говорят, что Брестский вокзал – это мраморный… Как там? Мраморный музей. Музей мрамора. Музей мрамора, да-да-да. Действительно, при реконструкции вокзала, при его строительстве, были использованы многие сорта, цвета, оттенки мрамора. Говорят, что такого количества оттенков мрамора одновременно сложно встретить, ну, уже не говоря о том, что на вокзалах, а вообще сложно встретить в каком-то одном архитектурном комплексе. И я бы хотела еще сказать, что в прошлом году наш вокзал отпраздновал свое 130-летие. Вокзал прошел долгую историю, был разрушен практически после Первой мировой войны, реконструирован и перестроен после Второй мировой войны. И вот последняя реконструкция, которая закончилась в 2014 году, уже превратила наш вокзал в такой современный, органично вписавшийся в архитектуру города комплекс в исторических стенах. Да, те, кто хотя бы раз приезжает в город Брест, они действительно не остаются равнодушными к этой красоте, да и в целом к обслуживанию. Расскажите, пожалуйста, вы как давно трудитесь на железнодорожном вокзале? О, достаточно давно. В следующем году будет 30 лет. 30 лет? Ну, совершенно юной, поэтому, да, достаточно период. Но сегодня разговор о Брестском вокзале же, так? О Брестском вокзале, да. Поэтому я хотела бы сказать, что мы оказываем очень много разнообразных услуг, и вот одно из последних наших новшеств, ну, наших Белорусской железной дороги, это то, что теперь граждане, которые достигли пенсионного возраста, могут экономить свое время и приобретать проездные документы льготные для себя при помощи терминалов самообслуживания. То есть прогресс не стоит и здесь на месте, и все слои населения сегодня, им доступна любая наша услуга. Ну да, действительно, Белорусская железная дорога в тренде современных новинок. А вот, Василий Николаевич, какие перспективы дальнейшего развития вокзала, как вы считаете, направления развития, в каком направлении это может двигаться? Ну, в первую очередь мы сейчас движемся в том направлении, в том направлении, которое позволит нам наиболее качественно оказывать услуги пассажирам. Ну, в первую очередь речь идет о внедрении современных технологий. Вот, время не стоит на месте, и мы развиваем, внедряем множество всяких технологий, в том числе и по продаже билетов, по предоставлению информационных услуг. У нас на вокзале на данный момент возможность получить ту или иную информацию можно не только из бюро справок, но можно получить ее и самостоятельно. На вокзале расположено очень много информационных терминалов в виде плазменных панелей, и сам человек практически в любом месте вокзала может получить ту или иную информацию о направлениях поездов, о времени отправления, о стоимости этих услуг, о наличии свободных проездных документов. То есть масса информации можно получить самостоятельно, и не обязательно даже обращаться к кому-то из сотрудников вокзала. Вот в этом направлении мы идем, развиваем, в первую очередь, эту отрасль. А в целом, у нас сейчас задача стоит все, что у нас создано при реконструкции, все-таки поддерживать это в должном состоянии, в эстетически приглядном виде. Для этого прилагаются все усилия. Я могу дополнить, что все это, конечно, не могло бы произойти без Белорусской железной дороги, которая инвестировала этот проект, без Брестского отделения. И вот, в частности, руководитель Брестского отделения Шматов Александр Михайлович, он нас настраивает на то, что только совместная, кропотливая, ежедневная работа по поддержанию технического состояния, по улучшению качества обслуживания пассажиров даст в итоге тот результат, которым будут довольны все. Поэтому мы, коллектив вокзала, каждый день стараемся делать хотя бы один шажок вперед, чтобы становиться лучше. Прекрасная, позитивная нота. Мы желаем вам, чтобы этот шажок, который вы сделаете сегодня, также был еще одним шажком на пути к успеху. Мы не будем вас задерживать. Мы понимаем, что работы действительно очень много. Спасибо большое за то, что были с нами. Мы желаем вам хорошего дня. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Василий Николаевич, Инесса Савишна. Я напомню, у нас в гостях были Василий Николаевич Лемешевский, начальник пассажирского отдела Брестского отдела железной дороги, и Инесса Савишна Белецкая, замначальник вокзала станции Брест-Центральный. Ну а наш эфир на четверке продолжается. Далее прогноз погоды, небольшой информационный блок, музыкальная пауза. Не переключайтесь, впереди еще много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 лет по городу и по стране в целом более 12 тысяч километров. Это все на задней передаче, можешь себе представить? Подожди, Катя, он что, едет задом, получается? Он, получается, едет задом, да. Но в такси-сити таких проблем не существует. Звоночек уже есть. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Андрей. Очень приятно, Андрей. Скажите, как ваше утро проходит? С чего оно обычно начинается? Обычно начинается с того, как надо открыть глаза, потянуться, выдохнуть, вдохнуть, улыбнуться и собраться на работу. Вот, проснуться, потянуться, улыбнуться, это то, что мы всегда советуем делать. А вы из какого города? Из Бреста? Да. Отлично, хорошо. Часто ездите на такси-сити? Ну, иногда приходится. А вы готовы ответить на наш вопрос? Ну, я готов ответить на вопрос, только не знаю, правильно ли это будет. Ну, попытаемся. А давайте попробуем. Давайте попробуем, что это такси находится в Тюрихе. В Тюрихе? Нет. А у нас почему-то другие данные. Так. Почему-то вот так вот. Может быть, подсказка? Катя? Ну, давай, дадим Андрею подсказку. Понедельник, день тяжелый. Давай сегодня будем давать подсказки. Андрей, готовы к подсказке? В Тюрихе. Во всяком случае, возьмите там к себе мобильный телефон поближе. Или если подойдите к компьютеру, лучше. Это страна англоязычная. В Тюрихе там, я сколько знаю, в Швейцарии четыре официальных языка. Да. Швейцарский, французский, немецкий, итальянский. А вот англоязычная страна, где же может быть самое дорогое такси? Еще название такое экзотическое. Норвегия, может быть. Норвегия тоже англоязычная страна, но не до конца там есть. Все, достаточно подсказок. Давай все по-честному. У нас... Ну, еще в Лондоне и в Токио, но я еще не знаю по советам. Стой, 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 стой. Андрей, там было сказано правильное слово. Слава, так и даромит вам сегодня подсказать, Андрей. Где, Андрей? В Лондоне. Правильно, в Лондоне. Английские кэбы считаются самыми дорогими такси в мире, насколько мы знаем с Катей, если нас не обманули наши редакторы. И не обманул интернет. Хорошо, Андрей. Да, слушай. Давайте... Ну, я хочу сказать, что я, естественно, пользуюсь Гуглом, потому что я так не знаю, где. Но вот по Лондону и Токио пишут, что там на втором месте. Но все-таки в Тюрихе самое дорогое. От 12 до 24 долларов за 3 километра. Ну, спасибо, что поделились этой информацией. Теперь мы тоже будем иметь это в виду. Я чувствую себя обманутым, Катя. Обманутым Гуглом. Обманутым. Это не самый худший вариант, я тебе скажу. Пусть лучше тебя Гуглом обманет, чем кто-то из окружающих. Абсолютно верно. Что ж, Андрей, давайте что-нибудь пожелаем всем телезрителям нашей программы. Я хотел бы пожелать начало рабочей недели и такая погода пасмурная. Пусть все-таки у всех будет хорошее настроение, успешного начинания в работе, в этой рабочей неделе. Чтобы все было хорошо, весело и хорошее настроение. Спасибо. Спасибо, Андрей, замечательное пожелание. Мы с Катериной присоединяемся. Желаем вам тоже отличной недели. Оставайтесь на связи, не ложите трубку. Но мы продолжаем. Что же у нас дальше, Катя? А дальше у нас спортивная информация. Очень полезно. Кирилл Егоров расскажет о будущих звездочках художественной гимнастики. Тем более это очень актуально, потому что уже в следующем году чемпионат Беларуси по художественной гимнастике пройдет именно в городе Бресте. Поэтому смотрим сюжет Кирилла Егорова. Художественная гимнастика, без сомнения, один из самых зрелищных видов спорта. Но перед тем, как на сцену выходит отлично сложенная девушка, способна выполнить огромное количество акробатических трюков, ей сперва предстоит пройти нелегкий путь. Через боль, лишение и, конечно, борьбу с собой. Сказано это без преувеличения. Почему? Узнаю прямо сейчас. Махи, растяжки, шпагаты. Тренировки будущих чемпионок проходят по 5 часов 6 раз в неделю. Художественную гимнастику девочки приходят с детского сада, а к совершеннолетию они уже практически состоявшиеся от спортсменки. Тренируются как под музыку, так и без нее. Ради двух минут победного выступления работать над собой им приходится не один год. Они выступают на соревнованиях международного уровня и республиканского. Выступают с различными предметами, со скакалкой, с обручем, с мячиком. Уже некоторые дети, кто постарше, выступают с булавами и с лентами. В конце октября у нас ждет очень много международных турниров. Это в Варшаве, на Украине, в России. Мы все, мы очень хотим на все турниры попасть. Мне нравится художественная гимнастика, потому что она красивая. Можно себя показать, научиться многому. Тут можно делать различные броски. Ну, тут учат всему хорошему. Мне нравится скакалка, мячик и обруч. Если у тебя что-то не получилось, то нужно останавливаться и переделывать это. Нужно просто идти дальше, вперед. Каникулы для них закончились еще 18 августа. Открылся новый спортивный сезон. С новыми надеждами, мечтами о пьедестале и, само собой, целями. С 1 сентября, конечно, еще труднее. Ранним утром тренировки, потом школа, а потом снова гимнастика. Когда они отдыхают, с улыбкой отвечают «не знаю». Утром мы будем ходить на тренировки. Потом школа. После школы будем уроки делать. Школа нравится, потому что я только первый класс закончила. Я думаю, что начальник класса это будет самое легкое. Мне хочется учиться. Надоело отдыхать и к друзьям. Будет много домашнего задания. И потом придется после четвертого класса сдавать экзамены на поступление в пятый. Мне это не хочется. Лучше бы, чтобы лето никогда не кончалось. Только характер и целеустремленность помогают девочкам справиться с большими нагрузками и победить на различных рейтинговых турнирах. Мечта стать олимпийской чемпионкой затмевает собой трудные этапы подготовки. Чтобы вырастить чемпионку, это нужно немало лет. Одного хочу тут недостаточно. Тут очень много влияет трудолюбие. Также трудолюбие тренера. Также понимание родителей. Девочка должна обладать очень сильным характером. Должна быть собранной. Если во время упражнения что-то не получилось, она должна собраться и дальше продолжить свое выступление. Нельзя просто взять, уйти с площадки или расплакаться. Если ты расплачиваешься во время упражнения, судите могут поставить очень низкие баллы за это. Художественная гимнастика – один из самых красивых видов спорта. Но красота, как известно, требует жертв. На пьедестале всего три места, а претендентов очень много. Самый известный канал Венеции – Большой или Гранд-канал. Он проходит через весь город. Длина канала – 3800 метров, ширина от 30 до 70 метров, а глубина – 5 метров. Набережных у канала практически нет. Их заменяют фасады домов, выходящих на канал. Эти дома, как правило, построены на сваях, при этом имеют два выхода – на сушу и на воду. Чечеточник или абрус молитвенный – одно из самых странных и опасных растений в мире. Его родина – Индия. В строчке абруса, как правило, от 4 до 6 семян бусин характерного красного цвета с черным пятном. В семенах и затаилась опасность. Они очень ядовиты. Самым быстрым мотоциклом в мире производители предлагают считать «Додж Томагавк». Главное отличие этой модели от других – наличие четырех колес вместо двух. Это невероятно лимитированный выпуск. Всего произведено 10 экземпляров. Девять из которых продано за астрономическую сумму, сравнимую со стоимостью самых дорогих автомобилей – 555 тысяч долларов. Вес мотоцикла – 680 килограммов. Он обладает 10-ти цилиндровым двигателем мощностью 500 лошадиных сил. Максимальная скорость самого быстрого мотоцикла – 480 километров в час. Доброе утро, уважаемые телезрители. «Беларусь-4 Брест» – прямой эфир. Доброе утро, дорогие друзья. К нам присоединился художник-иллюстратор Павел Кульша. Доброе утро, Павел. Доброе утро, Павел. Как начинается ваше утро? Традиционный вопрос. Утро художника-иллюстратора. С чего начинается? Обычно утро художника-иллюстратора начинается с «Хорошо выспаться». Да, я люблю начинать ближе к вечеру. Но так как вы меня сегодня пригласили, пришлось немножечко нарушить свой график, но я наверстаю. Но вы не выспались, к сожалению, да? Нет, я выспался нормально. Выспались? Отлично. Да, 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 все отлично. Павел, вот мы вас не зря пригласили в гости, потому что вы художник-интересная личность, но в то же время вы отмечены тем, что сотрудничали с американской писательницей, девочкой, как вы нам сказали до эфира. Немного расскажите, пожалуйста, об этой уникальной писательнице. Ну, во-первых, сотрудничал, это не совсем верно, потому что я продолжаю сотрудничать, и это будет надолго. Тут нарисовалась, так сказать, большая перспектива дальнейшего какого-то творческого союза, потому что первая книга, которую вот наконец-то издали, и она даже успела чего-то там заработать, мы... Может быть, да? Да, конечно. Конечно. Вот. Мы сейчас уже заканчиваем вторую книгу «Жил-был кот», там будет намного больше иллюстраций, иллюстрации ещё более, ну, скажем так, детализированные, ещё более фантазийные, что ли. Давайте покажем нашим телезрителям, вы пока рассказываете, мы попросим наших операторов подснять это дело поближе. Павел, вот расскажите, награда есть за вашу иллюстрацию, насколько я понимаю, насколько я помню. Можно звучать? Это не только за иллюстрацию. Дело в том, что награда даётся за саму книгу. А книга — это и иллюстрация, и текст, и обложка, и, в общем-то, сам дизайн. Поэтому получили награду. Фестиваль это был? Это был международный конкурс во Флориде. Понимаете, бронзовая медаль для ребёнка, который впервые дебютирует, я могу понять жюри. Прекрасно могу понять жюри, потому что там было, во-первых, жюри в составе, по-моему, 60 человек. То есть серьёзная команда. Второе то, что авторы книг, иллюстрации и самих текстов, в первую очередь, писатель всё-таки, ведущий в этой роли, выступает. От 30 до 70 лет люди участвовали. И вдруг ребёнок 13 лет с книгой приходит и берёт какую-то там очень серьёзную награду. Понятно, людям может быть и обидно. Так что для дебюта очень неплохо, я считаю. Очень. Это акварельная? Акварель выполнена работа, да? Да, я работаю только в традиционной технике. Вот вы ещё до того, как мы вышли в прямой эфир, когда уже здесь находились рядом с нами, сказали, что этот ребёнок вас впечатлил, у вас немного общего. Вот что может быть у вас, у взрослого, талантливого художника, общего с ребёнком, да ещё и с другой стороны? Ну, во-первых, ребёнок не просто ребёнок, а ребёнок талантливый. Я всю жизнь с талантливыми детьми работаю. Последние годы занимаюсь только творчеством. Раньше долгое время преподавал. Поэтому уже одно это, настраивает на сотрудничество с ребёнком. Второе, то что у меня, в общем-то, дочка того же возраста практически, поэтому мне легко понять. Тем более, что дочка у меня действительно выступает зачастую помощницей в прочитке текстов, подсказывает, на что обратить внимание, что лучше проиллюстрировать, вот какие-то ключевые моменты. Так что у меня дома тоже творческая атмосфера. Семейный подряд уже практически образовался. А дочь тоже рисует? Я, конечно, ей кое-что показываю, рассказываю. Она немножечко в другую область свои усилия направляет, но и этого не чурается. Название книги звучит «The Kingdom of the Lizards», то есть «Царство ящерицы». Королевство ящерицы. Книга на английском. «When I wake in the morning and I look up to the blue sky» и так далее. То есть как вы справлялись с переводом? У меня переводов был оригинал текста, конечно же, и я просил, чтобы мне сделали такой приблизительный перевод на русский язык. Для людей, которые этим занимаются, то есть для самой Кати и для ее мамы, это не проблема, потому что они прекрасно владеют русским языком. Мама русская. Катя наполовину американка, но, в общем-то, владеет русским не хуже многих наших соотечественников. Павел, у нас есть подборка ваших фотографий. Давайте посмотрим. Может быть, вы прокомментируете каким-то образом. Вот, пожалуйста, внимание. Но это ваши работы не по иллюстрации. Это не по иллюстрации уже этой книги. Это мои коты. Это знамитый тем, что ваши коты просто покорили. Многих художников, специалистов. Я вас очень часто читал. Вот откуда такая тенденция к котам? Что за котамания такая постигла вас? Вы знаете, не только коты, просто коты очень доминируют в тематике. Вот мы же мы только что видели. Да, 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 да. Есть и собаки, есть и много чего еще, и еноты. Просто тут много факторов, почему коты, почему вот такие вот коты именно. Во-первых, я должен заявить твердо и прямо, я собачник. Качательница у меня жена. Так это разве жены, вы рисуете котов, получается? Нет, просто в какой-то момент у нас появился сначала один кот, потом второй. И стало понятно, что это, в общем-то, тоже люди, но немножко другие. То есть, по сути, если смотреть на то, что я рисую котов, это, в общем-то, портреты людей разных. И каждый кот у вас с разным характером, я хочу заметить, я это заметил. А с кого вы пишете эти портреты? Пусть даже в таком вот образе котов, но… Вы знаете, иногда приходится писать действительно конкретных людей в образах котов. Очень интересно. Это для того, чтобы они не распознали, что это именно их портреты хотели написать? Часто обращаются люди с просьбой сделать портрет кота, но чтобы был похож именно на этого человека. Ну, как-то пока не ругали то, что я делал. Я представляю, утреннее эспрессо в образе котов, сидящие за… Ведущие утреннего эспрессо, да. Да, да, сидящие с ручками, пьющие кофе. Вполне себе идея. Прекрасные с цветами. У нас, кстати, юбилей программы, 10 лет в этом году нам уже исполнилось. Это анонят. Это очень тонкий номер, Павел. Катя, 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 пользуйся своим положением. Ай-яй-яй. Ну, я же вам на благо любимой программы, любимой передачи всего творческого коллектива. У нас есть свой мини-музей, поэтому… Даже так? Да, я тебя открыла только что секрет. У нас есть мини-музей, уважаемые зрители. Да, мы хоть в нашем кабинете, Слава. Что ж, дорогие друзья, напоминаем, что у нас в гостях находится художник-иллюстратор Павел Кульша. Если у вас есть какие-то вопросы к нашему гостю, дозванивайтесь, пожалуйста, по номеру телефона 21-55-65. А мы продолжаем. Мы вот, Павел, узнали, что вы собачник, но пишите котов. Да. Вдохновляетесь чем? Котами и собаками. Котами, но мы говорим, что вы собачник. Знаете, собачники меня поймут, что собаки и коты – это всё-таки совершенно разные существа. Да, для собаки человек – это что-то вроде божества такого. Для кота – это в лучшем случае друг, а чаще всего подчинённый. Поэтому они ведут себя немножко по-другому. За ними очень интересно наблюдать, и вот эти наблюдения зачастую выдаются в какие-то такие работы. В принципе, котами я не ограничен. Всякое бывает. Если вы смотрели моё портфолио, там было много чего ещё, кроме котов. Ну, да, котов много. Вот у нас ещё есть подборка из вашей фотографии. Я надеюсь, может быть, там будут. Это снова же коты. Я выбирала котов. Я обожаю котов. Покажите нам ещё, пожалуйста, ещё раз котов. Павла Куршу, пожалуйста. Я открою секрет в прямом эфире. Я тоже любитель котов. Я кошатник, причём очень такой ярый, скажем так. Для меня коты – это вроде божества. Савёныш. Да, да. Написано на старинной доске. Очень старой. Они практически все на дереве исполнены. То есть вы рисуете на дереве? Это ваша традиция рисовать на дереве? Вы знаете, я очень люблю дерево, в принципе, вообще, как материал. Тем более, что дерево изначально и было основным материалом для художника. Это потом уже, когда перешли на большие форматы, и не только фрески надо было писать, стали использовать холсты. Ну а как эта техника называется, которую вы используете? Обычная живопись, акриловая. Это акриловая живопись, да? Казалось бы, так просто. Получается, что добральные работы. Да, очень впечатляют. А скажите, Павел, а вот стиль, к которому вы пишете, вот как вы к нему пришли? Ведь это же были пробы в других стилях или не было? Ну сразу же, это мой стиль. Было, конечно, было. Я много чего делал раньше. И когда-то, как все, в молодые и юные годы начинался всякие жести. Жести? Конечно. Ну-ка, ну-ка, давайте секретики раскрывайте. Не-не-не-не, всякое такое, в общем-то, брутальное. А, ясно. То, что можно было бы, допустим, хорошо использовать для обложек, для, скажем, компакт-дисков с black metal. Мы решили вот такого. Ого, даже так. А потом перешли на котиков постепенно. Потом я стал писать что-то такое более традиционное, натюрморт и пейзажи. Ну, стал порисовывать всякие хитрые картинки мелкие, ну, всяких животных там, и реально существующих, и совсем там из головы взятых. Ну, постепенно все это вылилось в какую-то вот такую котопись, что ли. Котопись, кстати, это очень интересно. Конечно. Если нет такого направления, то, наверное, стоит его создать. И вы будете его основателем. Или есть подобные работы уже в мире? Вы наверняка интересовались. Вы знаете, меня почему-то очень часто, когда на форумах обсуждают, сравнивают с Васей Ложкиным. Хотя это, вы не знаете, да? Нет, это кто-то. Это замечательный совершенно художник. Мы работаем вообще с ним в разных направлениях, и сравнивать меня с ним и его со мной нельзя. Во-первых, он занимается, это у него такой юмористический, злободневный плакат скорее. А у меня все-таки миниатюра и совершенно другого направления. Ни к чему не призываю, ни к чему не тяну зрителя. Я просто создаю ему определенное настроение. Вот и все. Поэтому вполне возможно, а вдруг, кто знает, как оно повернется в жизнь, стану основателем кодописи. Кодописи, конечно. Звучит, конечно, очень интересно, я вам так скажу. И совсем не смешно. Да? Ну что ж, Павел, спасибо вам большое за эфир. К сожалению, наше время ограничено. Мы с вами готовы были говорить очень-очень много. Приглашайте. С удовольствием пригласим вас. Приходите. Еще раз. Надеюсь, вы нам не откажете. Не откажу, конечно. Отлично. Итак, у нас в гостях был Павел Кульша, художник-иллюстратор. Можно сказать, будущий основоположник кодописи. Павел, успехов вам и вдохновения. Спасибо. И вам спасибо. Что ж, наш эфир продолжается. 4 сентября у нас на календаре. И чем же знаменателен этот день в мировой истории, мы узнаем из небольшого исторического обзора от Утреннего Эспрессо. Сегодня 4 сентября, и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1563 году из Брестской типографии вышла Библия, в которой были помещены все тексты Старого и Нового Заветов. Считается одним из самых полных и лучших изданий того времени. Известно как Брестская Библия или Радзивилловская Библия. Это самая большая и богато оформленная белорусская печатная книга 16 века. В этот же день в 1776 году вышел указ Екатерины II о создании Полоцкой губернии, административно-территориальной единицы в Российской империи. Расположилась губерния на землях Великого княжества Литовского, присоединенных к Российской империи после первого раздела Речи Посполитой. 4 сентября в 1942 году в газете Западного фронта «Красноармейская правда» началась публикация поэмы Твардовского «Василий Теркин», считающаяся и по сей день лучшей поэмой о солдате Великой Отечественной войны. В этот же день в 1952 году в Минске по линии железнодорожный вокзал «Круглая площадь» начал движение первый троллейбус. Уже через год троллейбусный маршрут в столице был продлен до парка Челюскинцев, а спустя три года до обсерватории. Первый троллейбус исправно отработал 20 лет. 4 сентября в 1975 году в эфир вышла первая передача телевизионного клуба знатоков «Что, где, когда». В то время игроки еще не назывались знатоками, а привычная атрибутика клуба «Сова и Волчок» появится лишь спустя несколько лет. Бессменным автором и ведущим программы все эти годы вплоть до начала нулевых был Владимир Яковлевич Ворошилов. Советы о том, как с пользой начать утро. Еще с вечера можно сделать часть работы, можно приготовить одежду, еду, например, если вы берете обед с собой для того, чтобы не тратить на это время с утра. Можно поспать лишние 10 минуточек, а мы с вами знаем, что 10 минут с утра – это ого-го, как много. Безусловно, просто катастрофически много, скажем так. Следующий совет – ложиться спать вовремя. Ну, наверное, это всем очевидно, не засиживаясь до полуночи, особенно если на завтра ожидается трудный насыщенный день. Ну, само собой разумеется. Не забудьте хорошо проветрить комнату перед сном. Не ставьте будильник на круглое время, к примеру, если вам нужно проснуться в 6, не нужно ставить его на 6.00, поставьте на 6.02, тогда вы обманете свой организм таким способом, как будто поспали немного дольше, пусть 2 минуты, но все равно тоже дело. И самое главное, тот совет, который мы уже обсуждали с нашим телезрителем, который к нам дозвонился, после того, как прозвенел будильник не спеша, поднимитесь с кровати, потянитесь, улыбнитесь окружающему миру и своему отражению в зеркале. И только потом с отличным настроением идите готовить завтрак или делать зарядку. Да, безусловно, сразу же зарядку. Вот организм ожил, мы сделали зарядку сразу под душ, это вас взбодрит и придаст силы, настроение для насыщенного дня. И тот, кто за завтраком предпочитает чашечку кофе, без сахара или с сахаром, неважно, тот не прав, потому что мы постоянно говорим о том, что завтрак должен быть плотным, вам нужно зарядиться, вам нужно получить ту порцию необходимых витаминов и минеральных веществ, которые позволят вам потом уже в дальнейшем поддерживать свой организм в тонусе, дорогие друзья. А завтраки чуточку позже, а пока предлагаем узнать, что же прогнозируют синоптики сегодня в каждом из городов Брестского региона. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ждем, будем наслаждаться. Ну, мы продолжаем делиться с вами полезной информацией. Здоровое питание оказалось более эффективным, чем строгие диеты. Послушайте, господа, вот почему. Вот почему, потому что американские ученые снова же решили затронуть эту проблему, провели исследование. В нем принимали участие около 200 человек с диагнозом ожирения. Оказалось, что любители строгих диет поначалу теряют вес успешнее, но затем сталкиваются с недостатком силы воли и другими затруднениями. Это вызывает так называемый эффект йо-йо. Эффект йо-йо. Благодаря которому с трудом сброшенные килограммы моментально возвращаются. По словам ведущего автора работы Эмили Фик, наиболее эффективный путь снижения веса для пациентов с ожирением – это неизменный с небольшими вариациями рацион изо дня в день и отказ от питания в ресторанах. Эти меры помогают уменьшить число импульсивных решений, связанных с питанием. Так что забудьте о строгих диетах, просто правильно питайтесь. С программы «Утренний эспресс» это делать очень легко. Шеф-повар Иван Гринин делится рецептом аппетитного завтрака. Доброе утро. На дворе осень и захотелось что-нибудь осеннего. Я сегодня приготовлю осенний салат из корня сельдерея. С вами шеф-повар ресторана «Эрмитаж» Гринин Иван. Для этого нам понадобится корень сельдерея, куриное филе, соленый огурец, шампиньоны, базилик и майонез. Приступаем. Самый главный секрет этого салата, что нам нужно порезать корень сельдерея очень мелко. Мелкой соломкой, иначе будет он жесткий и не особо вкусный. Если вы не хотите тратить особо много времени и резать его быстро, предлагаю на мелкую терку натереть корень сельдерея, и это будет достаточно. Режем корень. Нарезаем мелкой соломкой, как я уже говорил. Стараемся чем тоньше, тем лучше. Пересыпаем мисочку. Берем соленый огурец, нарезаем он также соломкой, стараемся чем меньше, тем лучше. Смешиваем с корнем сельдерея. Берем шампиньон. Шампиньон можно нарезать дольчиками. Вы можете использовать практически любой гриб, только шампиньон можно взять свежий, а все остальное придется варить либо жарить. И куриное филе. Куриное филе надо нарезать тонко. Стараться соломкой. Ну, по возможности. Основные ингредиенты мы салата порезали, все вложили и смешали в миску. Осталось его только заправить и подать. Заправляем все это майонезом. Все тщательно перемешиваем, чтобы все наши ингредиенты тщательно перемешались. Наш салат практически готов. Осталось его выложить и украсить. Выкладываем. Выложили наш салат. Берем еще немного куриного филе. Декорируем базиликом. Базилик имеет очень хороший аромат и придаст нашему блюду особую пикантность. Вот, наш осенний салат уже готов. Приятного вам аппетита. С вами был шеф-повар ресторан «Эрмитаж» Гринин Иванов. Новый скалодром появится в Бресте этой осенью. Объект устанавливается на территории городского легкоатлетического манежа. Конструкция смонтирована примерно на 50%. Уже в конце сентября обещают ввести его в эксплуатацию. Так что ждем с нетерпением. Ну что ж, будем заниматься скалолазанием. Хотя это очень опасно, но в то же время придает новые эмоции и заряжает энергией, которая так необходима для хорошей жизнедеятельности. Адреналин вырабатывается в организме, но если все это делать под присмотром тренера, ничего не страшно. Главное придерживаться всех рекомендаций. Потому что там есть страховки, наверное, и места, куда упасть. То есть маты какой-нибудь, не знаю, батут, если это возможно. Вот откроют скалодром, обязательно сходим, сами все разведаем. Узнаем и расскажем. А пока делаем упражнения с нашим личным фитнес-тренером. Мы за кадром, вы у своих телевизоров. Не переключайтесь. Доброе утро. Если вы уже разбудили себя чашечкой кофе, самое время разбудить свой организм нашей зарядкой. Сегодня мы будем работать больше на баланс функциональными упражнениями. Для этого вам понадобится одна гантель, либо какое-нибудь утяжеление. Ну что, начнем? Выполняем выпад назад. И когда возвращаемся, поднимаем колено и поворачиваемся вместе с гантелью к нему. И уже в полном темпе. Назад, выдох. Назад, выдох. Старайтесь поворот делать не только руками, а целиком корпусом, чтобы включить косые мышцы живота. Вниз, выдох. Вниз, выдох. Выполняйте от 10 до 15 повторений на каждую ногу. И сразу же после этого мы работаем с руками. Гантель в одной руке, колени согнуты, таз подтянут. Вторая рука в свободном движении. И одной мы работаем наверх. Выдох. 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 Если вы хотите усилить нагрузку, можно добавить немного элементов на баланс. Например, у вас работает рука, а вторая нога на высоте. Вы держите ее в свободном полете. Выдох. Выдох. Если вам сложно так держать баланс, вторая рука может упрощать вам работу. Либо впереди, либо в сторону. Выдох. Выдох. И совсем сложное движение. Нога работает вместе с рукой. Не забывайте, что корпус подтянут, живот в напряжении, и опорная нога согнута в колени. Выдох. Точно так же от 10 до 15 повторений на каждую руку. Если вам для зарядки достаточно одного круга наших упражнений, вы выполняете только один. Если вам достаточно такой нагрузки для зарядки, вы можете выполнять упражнения одним кругом. Если же хотите усилить нагрузку, выполняйте два-три круга без остановки. Я надеюсь, наши упражнения принесли вам пользу и хорошее настроение. И я желаю вам отличного дня. Доброе утро, Брест. Доброе ранец Беларуси. Привет, Брест. Доброе утро, Брест. Forever. Брест, просыпайся. Good morning. Доброе утро, Брест. Доброе утро, уважаемые телезрители. И еще раз, и еще раз время наших партнеров настало в нашем эфире. Мы благодарим нашего постоянного друга. Это магазин цветы флористики Джордан. Находится в городе Бресте. Находится в городе Бресте. И также мы благодарим магазин модной мужской одежды Базиони. И итальянский гардероб в вашем шкафу, дорогие друзья. На вешалке и, собственно говоря, на вас самих. Спасибо вам огромное. Мы также нашим партнерам желаем отличного дня. Того же желаем мы вам, дорогие друзья. Вот и наш эфир завершен. От всей команды утреннего эспрессо желаем вам отличного дня. Бодрого, продуктивного и, самое главное, насыщенного самыми интересными событиями. Хорошим настроением и зарядом позитива сегодня в прямом эфире с вами делились мы, Вячеслав Цисковский и Екатерина Стриха. Оставайтесь на Беларусь 4 Брест. До новых встреч. Отличного настроения. До завтра.